Слава Украине, героям слава по следам прилета, по следам террористического акта путинской России в Виннице. Значит я прежде всего дам циферки и посмотрите там у нас на телеграм канале последнее видео, ссылка снизу, что они сделали. Значит погибших 12, это подтверждается, людей обратившихся за медицинской помощью порядка 90 человек, из них 50 вроде как госпитализированных, то есть это можете себе представить. Удар нанесен возле дома быта юбилейный, который использовался как офисное здание обычными гражданскими структурами, а также дом офицеров, ну культурное здание, там не было никакой невоенной администрации, вообще там ничего не было, там сидели бабушки-билетерши, это театр, но все прекрасно знают, что такое дом офицеров. Это просто театр, который был пуст, там были билетеры и уборщица, может быть еще кто-то был, вот такая вот штука. Ракеты упали в самом центре города, это преднамеренный террористический акт, видимо взбесившийся от неудач на фронте и от разгрома фашистских военных складов хаймерсами и барактарами. Путин решил пойти полностью по стопам Гитлера и так же как тот Фау-1, Фау-2 обстреливал Лондон, Путин то же самое сделал с Винницей. И не только с Винницей, сейчас Савьяр не надо забывать. Николаев, Николаев сегодня так же прилетело, просто менее трагические последствия, но там тоже не обошлось без жертв. Николаев прилетело, в Баштанку прилетело, то есть я уже молчу там за Кременчу, Гранья, за Киев. Харьков, который обстреливается постоянно, просто уже молчу, даже вспоминать не буду, потому что там это не прекращается. То есть видно, что это террористические акты, направленные на террор в отношении мирного населения. Вот у нас сейчас там на Телеграме жуткая абсолютно фотография стоит, мать и девочка погибли, мама прогуливалась с девочкой. Девочке, не знаю, года 2-3 может, я не могу сказать, заблюренная фотография. Ну что, убила и ту, и ту. Вот так вот. Вот что, вот с кем воюет Путлер, вот лицо его террористической власти, вот лицо его военных. У Путина нет военных, я вам тысячу раз говорил, что путинская Россия хуже фашистской Германии, понимаете? Вот чем они отличаются все-таки. В Германии было два сорта войск, одни это вермахт, да, они были неправы, да, они воевали, но они воевали с военными в основном. А были СС, СС, Гестапо, ну Гестапо это внутренняя полиция, СС, СС, Вафен СС. Вот эти воевали с гражданскими, убивали вот таких вот маленьких девочек и вот таких вот мам. Вот те занимались таким. Но это было отдельно от вермахта как-то, это такое было подразделение, оно было позже признано военными преступниками, были признаны абсолютно все, кто там служил. У Путина нету СС, у него сплошной СС, понимаете? Да, у него есть ССовская Росгвардия, но возьмите любое другое подразделение расистов, любое, там есть массовое убийство, масс-мардер, так называется, масс-мардерер, массовый убийца или серийный убийца, это правильно называется. Так вот любое подразделение расистской армии, это и есть массовые убийцы, чикатилы, никакая Аль-Каида, никакой там этот халифат, как он там назывался, господи, прости, исламский, да, я уже забыл, называется, не стоял рядом. Потому что Россия хуже любой Аль-Каиды, Россия хуже любого исламского этого государства или как его там, ИГИЛ. Россия просто хуже, они рядом с ней не стояли, они тоже убийцы, но они убийцы рангом пониже, а эти убийцы рангом повыше. И вот этот вот террористический акт России показывает, что и вообще, и не только не место среди цивилизованных стран, это и так понятно, ее надо объявлять государством, спонсором терроризма, хотя она не спонсор терроризма, я уже тысячу раз говорил. Россия это и есть государство террорист, просто я не знаю, есть ли такая юридическая формулировка в международном праве, и насколько я знаю, что есть государство спонсор терроризма. Назовите хотя бы так, но хотя это просто, понимаете, Россия это террорист и фашист в чистой воде, вот просто фашизм и терроризм в одном флаконе смешать получается Россия. Так вот, Россия не просто после того, что произошло в Виннице, в Николаеве, сегодня в Харькове, Часовьяр, Кременчуг, просто ты сейчас начинаешь вспоминать это все, аж кипит все. Ей просто не место на карте мира. Значит, с этой страной надо заканчивать, для начала ее надо объявить спонсором, серьезно, объявлять спонсором терроризма. С ней надо вообще всякие отношения прекращать от слова вообще, и надо все-таки довести ее до логического завершения, с тем, чтобы вот этой паскудной террористической террораши больше просто не было. Ее надо модифицировать, модифицировать в такой вид, чтобы она больше никому не угрожала, потому что иначе они просто убьют всех. Это бандиты. Слава Украине.